Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Гриф, и сейчас вы узнаете как я играю за медика на карте переулки. Я расскажу вам несколько интересных тактик и покажу парочку ключевых позиций, которые помогут вам побеждать не только на паблике, но и на КВ. Вообще медик при игре на таких режимах, как подрыв или захват, в основном должен оставаться позади своей команды для того, чтобы в любой момент помочь, подлечить или рестнуть своего союзника. Несомненно это так, но с опытом многие поняли, что играя за этот класс можно не только помогать команде, но и быть первым по количеству убийств, ведь правильно подобрав оружие и дистанцию, опытный медик может сильно потрепать нервы своим врагам и выйти победителем практически из любой ситуации. Итак, сторона атаки. Дым на арку и подсадка с респы. Моя цель занять балкон, либо если там никого нет, то постараться обойти врага в спину, пройдя через него. Ориентируясь по шагам и чекая все возможные точки, я спокойно пробегаю на лестницу и убиваю двух противников. Но все же намного чаще бывает так, что противник тоже попытается занять балкон, и если я успею добежать до него раньше, то преимущество оказывается как раз на моей стороне. В таких ситуациях на кону каждая доля секунды, и если не подсадиться сразу в начале раунда и хоть немножко замешкаться, то исход боя, скорее всего, будет для меня плачевным. Но если я по дороге нигде не задержался и сделал все быстро, то противникам точно не поздоровится. Ну а теперь занимаем мусор. Подсаживаться в данном случае уже не нужно, достаточно будет просто пробежать через подкат в крысятник, а затем быстро занять эту позицию и подождать противник на выходе с единицы. Как и в любом другом случае, ориентируясь по шагам, я достаточно точно понимаю, когда и откуда появится враг. И уже смотрю по ситуации, стоит ли развернуться или пройти вперед. Атака на точку 2. Чаще всего я прихожу через зелень, бывает и залезаю на балкон, но обычно занимаю тупик. Что интересно. Стоит только немного тут пошуметь, так сразу начинают сбегаться противники. Естественно, они выходят не на свою дистанцию, чем собственно и поплачиваются. А я никуда не спешу и принимаю одного за другим. Как правило, отминусовав пару-тройку врагов, больше никто не идет. И можно попробовать отресать союзников. Для тех, кто играет в КВ на переулках за защиту, не ходите вы в этот тупик. Если кто-нибудь из врагов там есть, они отресаются, а вас резать не смогут. Вот и пришло время защиты. Можно было, конечно, посидеть на планту или побегать за союзниками. Но пробежав на зелень и услышав подсадку, мне удалось сделать три минуса. Продолжим защиту точки 2. Играя за медика, я быстро пробегаю к длине и ложусь за углом. Обычно противники не успевают меня заметить, чем я и пользуюсь. А теперь немного о защите точки 2. Если я сижу вот здесь, то мне понятно, с какой стороны появится враг. Он может как зайти по лестнице, так и залезть в тупика. Более эффективной эта позиция окажется в самом начале раунда, когда враги попытаются зарашить на точку 2. И особенно на КВ, медик сидящий здесь будет очень опасен. Следующая, не менее эффективная позиция на планту двойки, применимая для защиты установленной бомбы. Я очень часто ею пользуюсь, и чаще всего с помощью нее все же удается защитить плент. Сидеть на месте и ждать врага бывает скучно, и особенно медикам попытаться зарашить противника, который этого не ожидает, может быть полезно. Тут главное стараться быстро перемещаться от укрытия к укрытию, и желательно использовать гранаты, неважно какие. Достаточно бывает отвлечь внимание врага, и как можно быстрее сблизиться с ним, чего бывает достаточно для уверенной победы. Если вам понравилось видео, обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые. А с вами был Гриф, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok